Депутаты окружного совета продолжили работу по правовому регулированию работы органов исполнительной власти муниципалитета. В ходе заседания они внесли ставшие теперь необходимыми корректировки в целый ряд нормативных актов. Положение о комитете по культуре и туризму, положение о комитете по образованию, положение о комитете по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа. На заседании также депутаты продолжили работу по урегулированию имущественных отношений между областью и муниципалитетом. Передали в региональную собственность два участка земли, которые располагаются под принадлежащими области зданиями. Это находящиеся в управлении Щелковской городской больницы, бедучреждения в Медвежьих озерах и в поселке Клюквином. И приняли на баланс муниципалитета два снегоочистительных погрузчика, пользуемых в работе Щелковской бюджетной организацией, службой содержания и благоустройства территории. Помимо этого депутаты утвердили нормативно-правовые акты, регламентирующие работу молодежного парламента муниципалитета. В них определяется порядок формирования этого общественного образования, основная задача которого способствовать активному участию молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни городского округа. Депутаты приняли решение до конца этого месяца на конкурсной комиссии рассмотреть кандидатов в молодежный парламент. В завершение заседания депутаты приняли решение о награждении почетной грамоты Совета депутатов учителя английского языка Щелковского лицея номер 7 Елены Каштурской. Андрей Циханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.